Одного человека, а пророки Иеремия, который страдал за Слово Божие. Вопрос, за что я сегодня страдаю? А мы смотрим, как люди страдали за Слово Божие. Страдали за то, чтобы людям донести, насколько они были гонимы были. Если бы мне, знаете, задали бы вопрос, я не знаю, я говорил, здесь, на этом месте или нет, какое бы ты время избрал бы, тогда, когда гнали и расстреливали, и тебя бы спросили, ты христианин? Если ты христианин, то все, расстрел. Или, например, второй вариант, сегодняшнее время, благодать и время сегодня, что сегодня все есть. Но ты можешь так быть христианином один раз в неделю или через день. И я отвечаю, что я бы тогда, я бы выбрал бы то время. В то время тогда было бы ясно и понятно. А сегодня так, что я могу быть христианином всего лишь, сегодня могу, в день субботний, в день Господний. Я могу быть христианином всего лишь только на одну ногу, но не больше. Понимаете? И это очень страшно и это очень печально. И в плаче Еремия, мое любимое место, где Еремия говорит, третья глава. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его, что не истощилось, истощилось наше терпение, истощилась наша любовь, наше уважение, наше снисхождение, наше взаимопонимание, взаимопрощение. Это, может быть, истощилось в моей жизни, потому что мы люди, знаете, свойственно терпеть нам. Сколько можно терпеть? Написано терпением. Что? Спасаетесь что? Души вашим, потому что это есть сила учения, что насколько терпением хватит. А тут написано, что Божье милосердие, оно не истощилось. Несмотря на то, на то все безобразие, что сегодня происходит на планете Земля. Церковь, братья и сестры. И я хочу пожелать мир тем вдвойне, кто еще сегодня не находится в состоянии разочарования. Знаете, сегодня мы можем сегодня присутствовать на этом месте, но находясь в состоянии разочарования. Что все плохо. Было начало все хорошо, а потом как-то стало все плохо в моей жизни. Радости, чтобы так не получилось, что мы имеем спасение, а радость кто-то у нас отнял. Отнял.